Все, чему научились за год, представили воспитанники городского центра детского творчества. С начала этого года на базе центра работает необычный для нашего региона кружок – робототехника. Здесь воспитанники создают роботов, способных самостоятельно ориентироваться в пространстве, распознавать окружающие предметы и делать многое другое. Как убедилась наша корреспондент Алена Валий, восстание машин нашему городу не грозит. Ведь есть те, кто с легкостью может подчинить себе искусственный разум. Этот робот-машинка – детище двух юных кулибиных – Григория Кислякова и Алексея Буржинского. Это собрано не по инструкции, то есть мы сами это сделали. Главное, ну, состоит из маленьких каких-то дополнительных деталей, которые скрепляют, и специальных датчиков различных, которые различают цвет, расстояние, касание и также трёх моторов. С виду простая машинка, собранная из конструктора, с лёгкостью объезжает препятствия. Сама себе даёт команды, распознаёт предметы и даже может их двигать. Но на самом деле всё не так просто. Для того, чтобы робот мог справиться со всеми поставленными задачами, создателям сначала необходимо написать специальную программу и создать своего робота. Конструкция хоть и проста на вид, но вот стоимость такой игрушки кусается. Порядка 30 тысяч стоит набор. Самым главным элементом является модуль. И в три как раз-таки это компьютер, мини-компьютер. Он самый дорогой, порядка 20 с лишним тысяч он стоит. Всё остальное – это дополнительные различные детальки, с помощью которых мы конструируем различных роботов. И, соответственно, необходим ещё, конечно же, и компьютер к этому набору. То есть, порядка, говорим в среднем, около 50 тысяч. Сейчас в Центре детского творчества закуплено два таких набора. Каждый рассчитан на двух учеников. Но пока в кружке занимается только трое. Преподаватель Наталья Михайлова говорит, что пока сама учится вместе с детьми. Ведь новый кружок в Центре детского творчества появился совсем недавно, только в феврале. Но уже ученики сделали большой шаг вперёд. Их роботы умеют не только двигаться. Есть и те, которые едят, спят и лают. Воспитанники нового кружка робототехники за несколько месяцев уже смогли освоить азы конструирования и программирования «Чудо-машин». Впереди освоение новых знаний и высот, а также участие в различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах по робототехнике, которые ежегодно собирают вместе юных создателей и их творения со всей страны. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.